Здравствуйте, уважаемые студенты стоматологического факультета! Мы с вами приступаем к изучению второго семестра и начинаем мы его с вами с изучения паразитизма как экологического явления. Я думаю, что будущим врачам не нужно объяснять значимость нашей сегодняшней лекции. Паразитарные и инфекционные заболевания по-прежнему являются основными, которые вызывают не только развитие болезни, но и, к сожалению, приводят к летальному исходу. Поэтому, безусловно, врачам любой специальности и стоматологам в том числе необходимо знать, что такое паразитизм, необходимо знать виды паразитов, циклы развития паразитов, кто такие промежуточные, дефинитивные, резервуарные хозяева, как произошли паразиты, какие взаимоотношения в системе паразит-хозяин, как формировались приспособления к паразитическому образу жизни и, конечно же, какие существуют заболевания, что такое инвазионные, что такое инфекционные заболевания и что такое природно-очаговые заболевания. Формой антагонистического сожительства организмов, которые относятся к разным видам, являются паразитизм. При этой форме взаимоотношений один из организмов паразит получает от другого организма хозяина, пищу и место обитания. При этом, конечно же, нужно учитывать, что процветающий вид паразитизма может сосуществовать с хозяином, не причиняя его серьезного вреда, таким образом обеспечивает свое собственное будущее. Медицинская паразитология изучает паразитов человека, методы диагностики, лечения, предупреждения заболеваний, вызываемых разными или распространяемыми паразитами. Эта наука включает следующие разделы. Медицинская протезология, которая изучает простейших паразитов, медицинскую гельминтологию, которая изучает паразитов червей, арахноэнтомологию, которая изучает представителей типа членистоногих, вызывающих заболевания, либо являющихся их переносчиками или природными резервуарами болезни. Для определения вида паразита следует знать особенности строения его на разных стадиях развития. Цисты, вегетативные формы, яйца, личинки, мориты и мага. Правильное определение видовой принадлежности паразита имеет для врача первостепенное значение, так как позволяет установить правильный диагноз. Изучение циклов развития паразита, то есть экология, необходимо для разработки научных мер профилактики инвазионных и инфекционных заболеваний. Изучение взаимоотношений в системе паразит-хозяин необходимо для разработки научных основ диагностики и лечения паразитарных заболеваний. Паразиты могут попадать в любой орган человека. И врач любой специальности сталкивается с паразитарными заболеваниями. Терапевты лечат больных лимблиозом, амебиазом, триматодозами. Хирурги осуществляют оперативное лечение хинококоза, цистициркоза, кишечной непроходимости, которые вызывают аскориды, в частности в желудочно-кишечном тракте. Офтальмологи сталкиваются с диагностикой и вынимают личинки круглых червей из глазного дна, глазного яблока. Некоторые паразиты могут обитать в печени, в сердце, в крови и многих других органах. Ну и что касается стоматологов, то безусловно в ротовой полости обитают такие паразиты, как, например, ротовая амеба. Ротовая трихомонада. Также в костях, лицевых костях могут наблюдаться такие стадии личинок, личинчные стадии и хинокока, но и некоторые другие паразиты. Безусловно, наиболее частые паразитарные заболевания встречаются у детей, и педиатры сталкиваются с этими заболеваниями. Дети нарушают правила личной гигиены и имеют еще недостаточно сформированную иммунную систему. Кстати сказать, иммунитета ко многим паразитарным заболеваниям попросту нет, и возможны многократные заражения. Большой вклад в изучение паразитарных заболеваний внесли русские ученые с мировым именем. Академики Скрябин, Павловский, Догель. В частности, Скрябин изучал гельминтологию, Павловский в основном арахноэнтомологию, а вот протестологию – Догель. Формы паразитизма в природе чрезвычайно разнообразны, и в настоящее время существует очень много классификаций паразитов. Их делят на истинные и ложные. Истинные связаны с хозяином на значительном протяжении жизни, в данном случае, например, острицы. Ложные могут попасть в организм человека случайно, это отдельно свободно живущие особи, и попадая в организм нарушают нормальную жизнедеятельность организма. В частности, яйца, личинки, комнатные и падальные мухи попадают в желудок человека и вызывают заболевание желудочно-кишечного тракта. В организме человека они не останутся, и далее выходят. Временные и постоянные паразиты. Временные паразиты. Только часть жизни находится в непосредственном контакте с хозяином. Например, это комары и москиты. Постоянные же паразиты проводят с одним хозяином достаточно большое количество времени. Они могут переходить с одного на другой, ну или вот связаны с одним хозяином. Например, вши или личинки трихинел. В зависимости от локализации паразитов делят на эктопаразитов и эндопаразитов. Эктопаразиты обитают на наружных покровах кожи, ну например, клещи. Эндопаразиты, вот вы видите, они могут локализовываться в разных органах. Среди них есть полостные, они живут, например, в кишечнике. Больше всего там обитает паразитов. Это и ленточные, и круглые черви. Сосальщики могут находиться в печени, в легких, в мочеполовой системе. Есть тканевые и есть внутриклеточные, которые живут в клетках. В данном случае, это вот трипанасома живет в эритроцитах. Конечно же, классификации очень условные, потому что для одних паразитов они могут быть и эндопаразитами, и, например, постоянными паразитами. А кто-то может быть эктопаразитом и временным паразитом. Существует несколько хозяинных паразитов. Они бывают промежуточные, дефинитивные или окончательные, и резервуарные. Некоторые паразиты в течение своей жизни нуждаются в смене хозяев. Например, свиной цепень в личиночной форме обитает в мускулатуре свиньи, а половозрелые в тонком кишечнике человека. Есть, например, такой паразит, как лентель широкий, дефилоботриум лятум. У него мы можем с вами охарактеризовать и наличие дефинитивного, и промежуточного, и даже резервуарного хозяина. Кто такой дефинитивный хозяин? Дефинитивный или основной хозяин – это организм, которым паразит живет в половозрелой стадии или, для простейших, размножается половым путем. То есть в данном случае в тонком кишечнике человека, а он является окончательным хозяином, обитает в половозрелой стадии. В организме человека паразит размножается половым путем, выделяются яйца с фекалиями, и в яйцах находятся личинки. И вот для развития личинка должна попасть в тело промежуточного хозяина. Промежуточным хозяином является организм, в котором паразит существует в личиночной стадии. Или, если мы говорим о простейшем, размножается бесполым путем. Личинка карацидии попадает в тело первого промежуточного хозяина, вислоногого рачка или циклопа, и там, соответственно, образуется личиночная стадия процеркоид. Второй промежуточный хозяин – это хищная рыба, мелкая причем хищная рыба, которая питается этими рачками и процеркоид попадает в тело рыбы, превращается в другую личиночную стадию – плероциркоид. Также, обратите внимание, для этого паразита характерно наличие резервуарного хозяина. Паразит в нем не развивается, но накапливается и сохраняет жизнеспособность. В данном случае это крупная хищная рыба, которая питается мелкой рыбой. Иплероциркоид переходит в тело щуки, например, или судака, и также может находиться в экре. Наличие резервуарных хозяев имеет большое эпидемиологическое значение и участвует в поддержании природных очагов заболевания. Паразитизм является очень много, поэтому нельзя сказать, что все паразиты имеют единое происхождение. В частности, большинство эктопаразитов переходит к паразитизму от хищничества путем удлинения сроков питания и контактов с хозяином. Например, клещи могут контактировать до двух недель, пши питаются кровью в течение всей жизни. Часть паразитов может переходить через комменциализм. Эндопаразиты могут развиваться от эктопаразитов и может иметь место случайный занос свободно живущих форм в организм хозяина. Это мнение академика Догеля. Паразит и хозяин составляют единую биологическую систему, в которой просматривается воздействие хозяина на паразиты и наоборот, а также влияние окружающей среды на обоих партнеров. Паразит оказывает на хозяина патогенные действия. Исключение, конечно, есть. Некоторые паразитические формы вреда хозяину не причиняют. Например, кишечные амебы или кишечные трихомонады. Воздействие паразита на хозяина заключается прежде всего в механическом воздействии. Обратите внимание, фиксаторный аппарат у бычьего цепня, присоски и крючей на головке. Или ротовые части, в данном случае это ротовой аппарат клещей, которые вводят хелицеры, разводят их и заякориваются так, что очень трудно удалить клеща, когда он развел хелицеры. Соответственно, это нарушает целостность кожных покровов, это нарушает целостность эпителиальной ткани кишечника. Некоторые личиночные, ленточные круглые черви имеют очень большие размеры и могут вызвать закупорку кишечника. В данном случае это аскориды или это может быть лентит широкий. Личиночные формы оказывают патогенное действие вследствие перемещения. Например, личинки круглых червей, таких как аскорида, трихинелла, ришты. Попадая в организм, они пробуравливают стенку кишечника, то есть нарушают его целостность и стоком крови разносятся во внутренние органы, попутно поражая клетки печени, легких, ну и соответственно, мигрируя в организме человека. Патогенные действия могут оказывать и яйца гельминтов, которые, например, скапливаются в печеночных протоках и вызывается рост печени. Кроме механического действия паразиты оказывают токсическое влияние, продукты диссимиляции малярийного плазмодия приводят к развитию приступов лихорадки. Токсическое действие паразитов проявляется у больного, мы говорим, симптомы интоксикации. Что это значит? Потеря аппетита, диспепсические расстройства, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, даже малокровие и уменьшение веса. Паразиты питаются по-разному. Они могут поглощать ткани, кровь, переваренную пищу и вызывают истощение, авитаминозы и общую депрессию. Мы с вами знаем, что паразиты, обитая в кишечнике, питаются астматически. Это вот, например, бычий цепень, свиной цепень, лентеет широкий. И они поглощают всей своей поверхностью продукты питания. И, например, лентеет широкий поглощает еще и витамины группы В. И это вызывает развитие малокровия. Паразиты действуют на организм хозяина различными путями, но, как правило, они не вызывают гибель паразита, потому что гибель хозяина вызывает и гибель паразита. Исключение составляют некоторые гельминтозы, и хинококос, и хинеллез. И то, потому что человек в цикле развития является слепой ветвью. В процессе эволюции хозяин также научился воздействовать на паразита. И он тоже определенные вызывает реакции. Поэтому в организме хозяина возникают, например, клеточные реакции, которые заключаются в увеличении, в частности, эритроцитов, когда в них обитает малярийный плазмодий. Они обычно в полтора-два раза крупнее. Или тканевые реакции. Вот очень характерно появление капсулы. Вы на слайде видите вокруг личинки трехинеллы плотные среднетканные капсулы, которые изолируют паразита от здоровых тканей. Такого же типа капсулы возникают и при цисте циркозе. Ну и, наконец, гуморальные реакции. Гуморальные реакции вырабатываются в ответ на поступление антигенов от паразитов организма хозяина. И возникает выработка защитных антител. Механизм иммунитета при паразитарных заболеваниях такой же, как и при бактериальных и вирусных инфекциях. Но вот стойковый иммунитет, к сожалению, получить очень сложно. Он может быть только на лишманиоз, трепоносомоз и на некоторые гельминты, такие как трехинелла и шестосома. Выработку иммунитета затрудняет смена стадий паразита. Цисты, вегетативные формы, яйца, личинка, взрослая особь. На каждую из стадий должны быть специфичные антитела, потому что здесь специфичные антигены. Наиболее интенсивный иммунитет развивается, когда паразит тесно контактирует с тканями хозяина. За счет иммунитета число паразитов у местного населения ниже, чем у приезжих. И процент зараженности местного населения ниже, чем у приезжих. И вот отсутствие стойкого иммунитета при паразитарных заболеваниях определяет способности профилактических мероприятий. Взаимодействие паразита и хозяина происходит в конкретных условиях среды. Для паразита средой является организм человека, а для человека – внешняя среда, которая опосредованно действует и на паразита. Известно, что неблагоприятные изменения физиологического состояния человека, такое как охлаждение, перегревание, сопутствующие заболевания, голодание, стрессы, способствуют активизации паразитов. Например, непатогенная, комменсальная, малая вегетативная форма дизентерийной амебы – энтамеба хистолитика форма минута при ослаблении организма человека может перейти в патогенную и тканевую энтамеба хистолитика форма магна. И это приводит к развитию тяжелейшего заболевания – амебиазу. Переход амеб в патогенную форму очень часто происходит у раненых, поэтому в военное время численность больных дизентерий резко возрастает. Амебиаз очень широко распространен в странах с жарким климатом. В нашей же полосе пик заболевания приходится на летнее время. Иногда в организме человека могут обитать несколько паразитов, например, аскорида и бычий цепень. И это, естественно, приводит к взаимодействию между ними. Как правило, это усиливает их отрицательное воздействие. Установлена взаимосвязь между простейшими гельминтами и бактериями кишечника. Так, бактериальная дизентерия протекает тяжелее на фоне гельминтозов. Тяжелее протекают такие заболевания, как туберкулез, гепатиты, ТИФ, если у больного встречается протозойная или гельминтозная инвазия. Переход к паразитическому образу жизни сопровождался рядом проявлений, приспособлений паразита к новым условиям существования. И эти приспособления носят морфологический, физиологический и репродуктивный характер. Примером морфологических приспособлений является отсутствие или редукция органов питания и движения у сосальщиков и ленточных червей. А также наличие фиксаторного аппарата, в частности, например, у лямблей, у плоских червей, или появление высоко специализированных ротовых аппаратов у насекомых паразитов и так далее. Вот здесь, на этом слайде, мы видим с вами приспособление в виде появления присасывательного диска у лямблей кишечной. И, как и многие паразиты, она питается астматически всей поверхностью тела. К физиологическим приспособлениям следует отнести способность паразитов вырабатывать экзоферменты для переваривания окружающих тканей. Это, например, дизентерийная амеба плазмодий. Дизентерийная амеба выделяет специальный фермент, разрушающий стенку кишечника, и она дальше внедряется и начинает питаться кровью. Также сюда можно отнести способность образовывать антикоагулянт у видов, которые питаются кровью, например, пиявки выделяют герудин, и даже герудотерапия на этом основана. Блохи, вши выделяют специальные ферменты. Также к физиологическим приспособлениям мы относим образование антиферментов кишечными паразитами и способность их жизни в условиях безкислородных. Ну и, наконец, к репродуктивным приспособлениям относят гермофродитизм, который обеспечивает самооплодотворение, огромное количество цист у простейших яиц, гельминтов и члений станогих, использование промежуточного хозяина в цикле развития многих червей и споровиков. У сосальщиков, кроме высокой плодовитости, личиночные стадии спороциста и редий способны размножаться в промежуточном хозяине путем партеногенеза. Это приспособление позволяет из одного яйца сосальщика развиваться в конечном итоге более чем 100 личинкам, которые являются для следующего хозяина инвазионными. Есть такое понятие, как источники возбудителя. Источниками возбудителей болезни может быть человек или животное, в организме которого паразит обитает, размножается и передается новым хозяевам. Для определения пути циркуляции следует знать о наличии организмов резервуаров. Очень часто такими организмами являются грызуны. Они являются природными резервуарами чумы, лишманиоза, тулеремии. И, как мы сами уже говорили, в них возбудитель очень долго сохраняется. Иногда таким резервуаром является даже сам человек, например, при малярии, сыпном и возвратном тифов. Кроме резервуаров, для циркуляции многих возбудителей нужны переносчики. И ими являются кровососущие насекомые. В результате активных перемещений переносчиков некоторые заболевания распространяются молниеносно и приводят не просто к эпидемии, но и пандемии. Всем известная вам чума. Переносчики бывают специфическими и механическими. Специфическими являются организмы, возбудитель которого проходит цикл развития. Например, малярийный комар. Его специфическим переносчиком является... Он является специфическим переносчиком малярийного плазмодия. Или, например, москит, специфический переносчик лишманиоза. Или муха-ЦЦ, переносчик трепоносомоза. Блохи, переносчики чумных палочек. Механические переносчики способствуют перемещению возбудителей из внешней среды в жилище человека. Из помещения в помещение. К ним относятся мухи и тараканы, которые распространяют сотни кишечных заболеваний. Ну и, собственно, их паразит, попадая к ним чаще всего на лапки или через желудочно-кишечный тракт, проходит без всяких изменений. Важную роль в удлинении сроков хранения возбудителей играет механизм трансавариальной передачи возбудителей через яйца, личинка и имагинальным формам. Например, оргазовые клещи таким образом способны передавать возбудители возвратного тифа на протяжении трех поколений, а эксодовые клещи могут передавать рикетии на протяжении 12 поколений. В зависимости от возбудителей заболеваний болезни классифицируются на инфекционные и инвазионные. Инфекционные – это заболевания, которые возникают под воздействием таких возбудителей, как вирусы, бактерии и грибы. А вот инвазионные, соответственно, возбудителями их являются простейшие – это протозоозы, гельминты, гельминтозы и членистоногие – энтомозы. Представителем простейших является токсоплазма гонди, вот здесь показаны. Гельминтозов – это, соответственно, сосальщики, печеночный сосальщик и ленточные черви, в данном случае бычья цепень, ну и, значит, чесоточный зудень – это уже представитель членистоногих. По способу передачи заболевания могут передаваться, как, например, пищевые, когда возбудители попадают через пищевые продукты, воду, грязные руки. Это, например, амебиаз и многие гельминтозы. Контактные – когда возбудители поступают через кожу, например, активно могут личинки внедряться через даже неповрежденную кожу у кровяного сосальщика, или, например, через слизистые – это трихомонады, или, например, чесоточный зудень переходит к здоровому человеку через рукопожатие контактным путем. Кроме того, среди инфекционных и паразитарных заболеваний выделяют облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные. Первые передаются только при наличии переносчиков. Это малярии, сонная болезнь и факультативно-трансмиссивные. Могут передаваться не только с помощью переносчика, но и алиментарным путем – через загрязненные пищевые продукты, воду. Например, чума, которая может передаваться и при укусе блох, и при контакте от больного к здоровому человеку. Среди трансмиссивных заболеваний выделяют болезни, свойственные только животным – это зоонозы, только человеку – это антропонозы, например, трихомониаз или амебиаз, ну и антропозоонозы, которые встречаются и у человека, и у животных, например, лишь маниоз или чума. В 1939 году академик Павловский выделил особую группу заболеваний с природной очаговостью, а затем им было создано учение о природной очаговости. Это болезни, которые встречаются на определенной территории, циркулируют в природе независимо от человека. Азервуарами их являются дикие животные, составляющие с возбудителями и переносчиками биоценотический комплекс. Таких заболеваний достаточно много, например, аписторхоз на территории России, крупные очаги – это Западная Сибирь, таежный энцефалит, опять-таки Сибирь, весенне-летний энцефалит встречается на территории Самарской области, дефилобатриоз встречается на территории Самарской области. И вот, как вы видите, для этих заболеваний характерно обязательно возбудитель, резервуарный хозяин, переносчик и географическая территория. В качестве примера, давайте мы с вами разберем, природное очаговое заболевание – лишманиоз. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что заболевание это встречается в странах с определенным климатом. Это обычно теплый субтропический и тропический климат. Поэтому это Южная Америка, некоторые африканские страны, страны Средиземноморья. Возбудителем кожного лишманиоза является лишмани-тропика. Переносчиком является флепотомус папатаси – москит. Кровососущее насекомое, которое питается кровью, и при укусе с его слюной возбудитель передается. И резервуарные хозяева в данном случае – это грызуны и шакалы. И вот такие заболевания, они достаточно часто встречаются на определенной территории. Поэтому их знание обязательно помогает понимать, как, собственно, нужно организовывать борьбу и профилактику с этими заболеваниями. Сегодня мы с вами остановились на общих вопросах паразитизма. А вот частные примеры паразитизма у нас будут с вами на следующих лекциях и занятиях, к которым вы уже приступили. На протяжении второго семестра мы с вами, напомню, изучаем в основном паразитологию и медицинскую экологию. Благодарю за внимание. Продолжение следует...